Первым обратившимся к губернатору стал Александр Костолин. Его сын имеет инвалидность и не может ходить. Мама и папа регулярно возят ребенка на обследование, лечение и реабилитацию. Но для комфортной транспортировки ребенка нужен гусеничный подъемник. У нас третий подъезд, лифта нет. Соответственно, у нас подниматель ребенка, у нас ребенок лежачий, он может только сидеть, стоять не может, ходить не может. Соответственно, его перемешать по лестнице, значит, пока я не приду, не спущу его или не подниму, его уже мама не оселяет. Такой подъемник стоит 189 тысяч рублей. Неприподъемная сумма для семьи. Костолинам окажут адресную помощь. Внук Валентины Михайловны тоже ограничен в движениях, передвигается на инвалидной коляске. Женщина обратилась к главе региона с просьбой переоборудовать пандус в их подъезде. Пандус у нас очень крутой. Мальчик вырос, коляска тяжелая. Спустить я его уже не в силах. Поэтому дома сидим. Средства на переоборудование пандуса будут выделены до конца ноября. А жители Целининского района обратились с просьбой отремонтировать межмуниципальную дорогу от села Телешовка до поселка Арбузовский. Расстояние участка 900 метров. Мы прямом произвели, закончили на неделю, буквально в неделю. Соответственно, все работы выполнены, делаем срок. Наталья Левкина обратилась от жителей села Барановка Николаевского района. На школьном маршруте населенного пункта нет освещения. Также на дорогах находятся все социально значимые объекты. Мы запланировали произвести эти работы на следующий год, на 23-й год. 4,5 миллиона рублей необходимо. Мы их зарезервировали. До конца года работы будут выполнены. Анна Тищенко, Улправда ТВ.